К 2020-30 году, ну 20-30, здесь поправка на экономической ситуации в стране, 20% должностей внутри нашей страны перейдут на удаленную зарплату. Мы сегодня везде не об этом говорим. Да, то есть это некий тренд, он мировой, и когда рано или поздно он докатится и до нас в том числе. Понятно, что мы будем скорее сушкоргывать темпами замедленными, но так или иначе в ту сторону. Поэтому мы решили быть первыми, кто аккумулирует, так сказать, все разрозненные вакансии, связанные с удаленной занятостью, и опубликуем их в одном месте. Сейчас мы живем просто в век избыточности информации. Через нас проходят такие объемы информации, которые наши предки, даже если взять 50 лет назад, за всю жизнь не получали такого объема информации, такого количества контактов с другими людьми, которые мы получаем сейчас. И вот среди такого огромного количества информации наступает новый такой момент, люди готовы платить за отобранный контент. То есть когда ты вот эти все вакансии, что сложно, зайди на Headhunter, зайди на Superjob, зайди на миллион групп в Facebook, еще миллион групп в LinkedIn и найди на кого ли там сам сидеть удаленные вакансии. Потратишь на это 5 часов в день, и в принципе получишь то же самое. Но время становится самым ограниченным ресурсом, и если вы что-то для кого-то там отобрали, то в принципе сейчас не стыдно попросить за это заплатить рано или поздно. В общем, проект Work at Home, он призван как раз развивать удаленную занятость, и мы сейчас в закрытой группе в Facebook публикуем просто вакансии, которые мы нашли. Мы придумали программное обеспечение, которое позволяет эти вакансии собирать со всего интернета и публиковать все в одном месте, и вот готовить к запуску сайта. Понятно, что это все происходит параллельно с двумя детьми, ну, третий, который недавно родился, он, знаете, ребенок, когда рождается, везет, у него детей нет, у первых три месяца это кабачок, ты его кормишь и кладешь спать, кормишь и кладешь спать. Где положил, там и нашел. Вместе с шести этот кабачок начинает ползать, понимаешь, что у него есть руки и ноги. Сначала он их просто машет, а потом он переворачивается, начинает ползать, грызть провода, облизывать дюймов. Вот с шести месяцев начинает все самое веселое. Ребенка еще в голове, там, мозг не отрос, а двигаться он уже умеет. И вот это вот самый такой опасный период, который просто здесь может натурально убиться. Вот, поэтому, где примерно с шести его месяцев, то есть прямо сейчас, а у меня времени стало резко меньше, потому что невозможно за ним не следить. Вот. Теперь я хотела задать вам такой вопрос. Ваш наверняка был опыт какой-то до того, как вы пришли в Reflame. Наверняка был какой-то опыт предыдущей работы. Поднимите руки, у кого он был. Больше половины. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вы стали на путь предпринимательства. Какие, на ваш взгляд, качества у вас развелись? Вот, по сравнению с тем, каким вы были, когда работали по найду в корпорации. Креативность. Креативность. Что еще? Что? Что? Способствия им, быстрое решение. Я бы еще добавила, в условиях неопределенности. Стрессоустойчивость, ответственность, коммуникабельность, независимость. Ну, независимость, это, скорее, тоже годится. Самодисциплина. Кстати, мы делали исследование по удаленной занятости. Мне как, я же преподаю в университете, мне нужно было исследование. Я говорю, слушай, студент, тебе диплом писать? Вот тебе хорошая тема, вот тебе анкета. Ты напишешь диплом, а я получаю исследование. И студент сделал исследование, он опросил удаленных работников на тему того, какие на, в связи с тех самых удаленных работников и работодателей, которых нанимают, самые главные компетенции, которые отличают удаленного работника от офисного, который ходит в офис каждый день и работает неудаленно. И вот там как раз способность к самоорганизации стояла на первом пункте. Как у тех, кто работает удаленно, так и у тех, кто их нанимает. Это был прям пункт номер один. Мы опросили 400 человек. Понятно, что это выборка, там не 4000 и 4 миллиона, но в принципе позволяет сделать такой вывод. Какие еще качества вы развили? Коммуникабельность была, стрессоустойчивость, ответственность, принятие решений в условиях неопределенности, тайм-менеджмент. Вера в себя. Вера в себя. Это как раз про свою собственную мотивацию. Где ее взять и как ее найти. Стратегическое планирование. Стратегическое планирование. Перспективные, где прям синхронные. Ну и мне, конечно же, есть рояль в кустах. Значит, я как профессионал рынка труда и HR тусовки, я продолжаю следить за разными проектами. Есть такой проект, называется Dell & Coop. Это консалтинговая компания, которая в этом году впервые в России провела исследование. Они опросили 59 крупных российских корпораций и спросили, скажите, пожалуйста, какие компетенции у вас наиболее востребованы внутри вашей корпорации. И получили примерно вот такой список. Понятно, что если мы возьмем другую страну, там будет другой список. Вот в России это вот так. 59 лидеров рынка в разных отраслях. Это и фарм, и IT, и FMCG, и производство. Это все как бы разные компании. Позволяет сделать вывод о том, что вот эти вот 7 компетенций, это вот некий такой срез. То, что у вас требует в корпорации. То есть, каким нужно быть, чтобы я потом мог работать внутри организации. Первый пункт это лидерство. Второй это работа в команде. Клиентоориентированность. Нацеленность на результат. Стратегическое мышление. Ответственность. Эффективная коммуникация. То есть, когда мы говорим о том, что мы развиваемся как предприниматели, и развиваем в себе ту самую стратегическую видение, ответственность, коммуникабельность, это на самом деле не просто способствует развитию нас как предпринимателей, но в том числе дает нам возможность в будущем развить себя настолько, что если вдруг что, вы можете вырасти как внутри Алифлейма, внутри компании, так и, собственно говоря, вы наращиваете свою экспертизу, свои компетенции. В том числе и для рынка труда. То есть, предпринимательство, мое личное предпринимательство, даже несмотря на то, что проект Work at Home сейчас не приносит мне никаких денег, потому что это стартап, даже несмотря на это, если я вдруг выйду на рынок труда, ну, вдруг такое случится, нужно заставить, пойду наниматься корпорацией. Меня спросят, что ты делала? Вот, 6 лет своего декрета. Я скажу, ребят, ну вот, развивал компетенции, вот, пожалуйста, Work at Home. Ну, конечно, еще есть такой момент, как материнство, которое тоже очень сильно развивает компетенции, потому что я считаю, тот, кто научился вести переговоры с трехлеткой по поводу цвета носков, в принципе, может проводить совещание с любым советом директоров в любой жесткий переговор. Вот. Ну, что такое мастерство переговоров, там, и навык переговоров? Это не просто умение убедить собеседника, это умение понять, что он хочет. Говорит он одно, надо понять, что он хочет на самом деле. Умение подобрать правильную аргументацию. Умение убедить, убедить, но не надавить, и так далее. Вот эти все умения, они развиваются в любом контексте. Это может быть контекст предпринимательства, это может быть контекст материнства, это может быть контекст корпорации. Просто, когда я работала в корпорации, я за тренинг по переговорам платила какие-то несусветные тысячи и сгоняла туда людей, чтобы они, значит, научились вести переговоры. А став матерью, мне не нужны какие-то тренинги, потому что я, собственно говоря, тренируюсь каждый день дома. Вот. Не отбираю конфеты у сестры, какие у нас какие-то наденет и так далее. Казалось бы, очень такие ерундовые вопросы, но если посмотреть на них через призму компетенции, это как раз все про развитие. Вот. Что я вам еще хотела сказать? Меня очень много задают вопросов, а как вы, Анна, в этом все успеваете? Потому что еще, на самом деле, я пою в хоре. Вот. Я все говорю, как ты еще и поешь? Знаете, один кто-то же про Вовочку. Знаете, приходит Вовочка домой, отец открывает дневник, там математика 2, русский язык 2, прописи 2, пение 5. И отец, значит, снимай ремень и говорит, так, он у нас еще и поет. Вот, собственно говоря, я как раз тот самый Вовочка, который еще и поет. По воскресеньям я пою в хоре. Вот. Мы поем всякие разные зарубежные песни. Типа, Робби Уильямсер от Ход Чили Пепперс, Лана Делрей и так далее. Это какие-то спорты. И когда меня все спрашивают, когда ты это все спеваешь, зачем тебе это надо, я говорю, слушайте, мне нужен какой-то выходной на час в день. Я могу заняться тем, что мне нужно для того, чтобы восстановить свой ресурс, и появилась у меня энергия двигаться дальше. Я же не могу только заниматься work at home, self-mama и тремя детьми, еще муж, и вот это вот все в таком замесе постоянно существовать. Мне нужно уделять время себе для того, чтобы я могла восстановиться, как птица Феникс, и свеженькой, новенькой приступить к новой рабочей неделе. Вот для меня такая душность сейчас ступенья, потому что это то место, где я нахожусь без детей, без семьи, без мужа, и уделяю это время исключительно только себе. И вокруг меня другие прекрасные женщины, которые мне, к счастью, вообще ничего не хотят. Вот. Такое время, хотя бы час в неделю, должен быть я считаю у каждого человека. Если кто-то может себе позволить больше, это прекрасно. Любое занятие, которое вам приносит радость и удовольствие, это то, что вам дает источник для энергии, источник для восстановления. Потому что нас так как-то вот воспитывали всех, ну, всех это, наверное, конечно, будет очень грубо сказано, но большинство, что нужно стараться, нужно трудиться, нужно хорошо учиться. Но нас никто не учил отдыхать, нас никто не учил расслабляться, нас учили только напрягаться. А как бы если ты хорошо напрягся, нужно качественно расслабиться. Потом ты сможешь напрячься еще сильнее и сделать мощный рывок. Вот. Поэтому меня все спрашивают, как ты все это успеваешь, когда вот я запустилась в Фейсбуке, там, что приходите, я пою в коре. Все говорят, ты же с ума сошла, когда ты поешь ты еще? У тебя другое детей и два бизнеса, что-то вообще в себе. Я говорю, ребят, нет, это вот вопрос, я не все успеваю. Я успеваю только то, что нужно успевать. Поэтому мои, собственно говоря, лайфхаки, мои личные, персональные, то, что я вынесла из своего опыта. Первое – это четкое целеполагание. Четкое целеполагание. Самое главное, что вы должны успеть за сегодняшний день, за сегодняшний месяц, за сегодняшний год, квартал, пятилетку и так далее. На пять лет планировать сложно. Самое простое – планировать на неделю. Самое простое. Но если на неделю не получается, нет времени, забыла, то хотя бы на день. Правда, список дел пишешь себе. Список дел. И выбираешь оттуда то одно дело, которое, вот если ты сделаешь за сегодняшний день, оно будет для тебя, ты почувствуешь, что ты этот день прожил не зря. Вот это вот одно важное дело нужно сделать, вообще ни на что не отвлекаясь, завив на всех, сделать его, и потом с чувством выполненного долга, если что-то еще из списка я успела, то я уже молодец. Грамотное целеполагание, на мой взгляд, вот в моей, как бы, картине мира и в той ситуации, в которой нахожусь я, а вы подумаете, что это для вас. Это не целеполагать слишком много, потому что нельзя одновременно одной группой сидеть на нескольких стульях. Всегда где-то ты будешь проваливаться. Этот баланс между материнством и самореализацией, и этими двумя проектами, он на самом деле очень шаткий. Очень шаткий. Его как бы такого, знаете, вот я нашла баланса, все, села на него и сижу. Нет. Баланс, он на той баланс, что ты постоянно находишься в неком состоянии балансирования, ты каждый день выбираешь, ты принимаешь решение. Что ты сегодня будешь делать, чего ты делать не будешь. Какое решение, какое действие приведет тебя к твоим целям, какое не приведет. Поэтому самое главное, это четкое целеполагание, чего я хочу. Чего я хочу от себя, чего я хочу от мужа, чего я хочу от детей, чего я хочу от дня. И самое главное, не хотеть здесь больше, чем ты можешь успеть. Поэтому записывай все свои цели. Хочу войти в топ-100 директарскую персонал России. Хочу бизнес-воркат-хоум, чтобы через 5 лет приносил 100 тысяч рублей стабильного дохода в месяц каждого акционера. Хочу, чтобы проект «Селфмама» выстрелил и через 5 лет генерил 1 миллион долларов выручки. Хочу, чтобы мы стали самым известным проектом для женщин с детьми в мире к 2020 году. Вот умение целеполагать и правильно сформулировать цель, оно на самом деле очень важно. Приведу вам еще один пример. Как это происходит в корпорации, потому что я была в потусторону баррикад, и очень хорошо все помню. Вот сидим мы, значит, смотрим на бизнес-план с генеральным директором и финансовым, и думаем так. Нам, кстати, директоров поставил план. Нам надо вот как-то продать вот это количество колес, нечеловеческое, тем, кто их покупать не хочет. И нам нужно выручку сгенерить, там, икс миллиардов рублей в год. Ну давай, HR-директор, придумывай, как ты до персонала доносить будешь. Ну как нам цель написать? Ну то отлично, пишем цель. Один миллиард, там, икс миллиардов, значит, рублей выручки к такому-то году. Я говорю, и чего? Вот вы пришли на завод, подошли к Васе, сказали, Вася, твоя цель там для акционеров сделать икс миллиардов рублей выручки. Эта цель, она тебя мотивирует? Нет, эта цель вообще не мотивирует. Какому-то совету директоров, я, значит, своим бутам и крови буду генерить выручку, и, ребята, это вообще неинтересно. И мы стали думать, как превратить эту цель в цель мотивирующую? Как ее так сформулировать, чтобы она драйвила, чтобы она была классная? И цель была сформулирована следующим образом. Войти в топ-5 мировых шинных производителей к 2018 году. И к 2016 году компания уже вошла в топ-5, в топ-10 мировых шинных производителей. Потому что вот такая цель сформулирована вот таким образом, она на самом деле тоже про деньги. Потому что, что такое топ-10 мировых шинных производителей, ты берешь выручку всех шинных компаний в мире и выстраиваешь их от самой большой выручки к самой маленькой. И говоришь, ага, мы хотим, сколько там миллиардов выручки, ага, ну, значит, мы должны войти в топ-5 или там в топ-10. Вот эта цель, она мотивирует. Я хочу стать там топ-100 золотых сотрудников Алифлейма, я хочу там, я не знаю, что еще там, я хочу, чтобы мой проект вошел там в какие-то рейтинги, списки. То есть, эта цель, она не только должна быть про деньги, эта цель, она должна быть сформулирована так, чтобы она вас драйвила. Вот, есть еще момент такой, связанный с целеполаганием, это визуализация своей цели. Самый простой пример визуализации, это я хочу быть как он, я хочу быть как она. У меня есть подруга, которая очень красиво одевается, она всегда очень стильная и классная, и я такая вот постоянная мамашка, которая открывает шкаф, и думает, боже, что мне надеть сегодня? И это занимает огромное количество времени. скажи, пожалуйста, как ты, открой секрет. А Вера говорит, Аня, просто я нашла в Инстаграме, подписанный Инстаграм, девушки, которая очень похожа на меня. Там она, это известная публичная личность, мне нравится, как она одевается. Я на нее подписана, я постоянно смотрю, и, как я, я делал то, что. То есть, я для себя визуализировала свой собственный образ, как я хочу выглядеть, да, с тем образом, который я нашла где-то. И я не думаю особо сильно какие-то штаны мне надеть, что носить в этом сезоне. Я просто смотрю, что носит она, понимаю, что раз ей это идет и мне это нравится, значит, подойдет и мне тоже. И, в принципе, казалось бы, да, не надо изучать модные журналы, подбирать, бегать, мерить, мерить, постоянно сдавать эти вещи. Просто возьми бенчмарку, как говорят на профессиональном языке, и сделай то же самое. Но это вот как раз про визуализацию. И хорошо, если цель, которую вы для себя формулируете, это же такое правильное цель и полагание, когда вы вон сели и, знаете, так вот от души, как следует, так вот классно, измачно помечтали. Оказалось, очень сложным. Возьми и помечтай, когда в маршрутке, в такси, дома за ужином, когда дети вокруг коротой ложки роняют, в ванной, в которую ты забежал на пять минут, потому что там уже все ломятся, и всем тоже срочно надо. Некогда помечтать. Поэтому для меня лично сейчас вот это вот мечтание, оно тоже внесено как бы в графику. То есть, это так сейчас сели и мечтали. Прямо целенаправленно. Потому что вот качественно помечтать, это значит описать видение результата, которого вы хотите добиться в максимально приятных для себя каких-то вот описаниях. Что такое? Там салфмама вошла там, провела форум по всей России и в одной зарубежной стране добилась выручки там, это что значит для меня? Что это значит для меня? Это значит, что я какая? Где я? Что я? Что на мне надето? Где мои дети? Как чувствует себя мой муж? Как чувствует меня моя команда? Как вообще все вот это будет разложено в случае, если я добилась вот этой цели? как это будет все вот в мельчайших подробностях надо описать? Это как мечта перед отпуском. Пробронирую билеты в отпуск, вы себе уже представляете, как будет сель, море плещется, с голыми ногами значит лежит даже звонки, хоть официанты приносят, что-то это вот есть на самом визуализации. Вот надо точно так же хорошенько помечтать и визуализировать качественно и конкретно ваши цели, которые вы для себя наметили. Тогда вероятность того, что эти цели сбудутся, достигнуты будут, потому что мечта, это же цель у нас, она очень вероятность повышается. Значит, следующий мой лайфхак это планирование и жесткий тайм-менеджмент. Значит, у тайм-менеджмента, вообще с чего начался тайм-менеджмент, если так вот окунуться в историю, то тайм-менеджмент начался с того, что один прекрасный человек придумал правило, что нужно из списка дел на сегодня делать одно самое важное. Это вот это первое и самое золотое правило тайм-менеджмента. Я вам про него уже говорила, у меня есть такой список. Я, честно скажу, конечно, я не идеал, пишу я его не каждый день, но в тот момент, когда количество задач в единицу времени наваливается и порождает во мне тревогу, вот это, знаете, вечное, ой, как бы не забудь вот это, ой, еще не забудь вот это, ой, еще садик позвонить, так, тут купить, этим партнером отправить предложение, завтра у меня встреча, так, надо к встрече купить колодки, муж придет сегодня поздно, так, окей, надо не забыть закрыть дверь, открыть дом, там, там, и вот это вот, еще 15 мейлов, 150 звонков, вот в этот момент начинаешь, как бы, ощущать тревогу, тебе кажется, что, боже, еще что-нибудь забуду, еще что-нибудь забуду, еще что-нибудь забуду, и вот эта вот тревога, она, в принципе, блокирует все возможности что-то делать, потому что постоянно, ну, как, знаете, объем оперативной памяти в компьютере, вот если вы откроете, 150 окон, 250 файлов, у вас компьютер просто зависит, вот я точно так же зависаю, поэтому, чтобы не забыть, вот эти вот все файлики, открытые в моей голове и позакрывать их, я выплескиваю на бумагу, все, вот я прям ношу с собой блокнот, маленький такой, он должен быть маленький, в карман влезать, потому что здесь это ежедневник, который надо достать, из тумбочки, достать ручку, это уже целый процесс, это должно быть, либо в телефон, прям я включаю там телефон и говорю в телефон, не забыть сделать то-то, не забыть сделать все-то, позвонить в детский сад, у меня получается там списочек, сейчас многие телефоны позволяют функцию голоса переводить в написанное сообщение, написанный текст, это очень удобно, вот, пока этого не было, я носилась со мной ежедневник, ну, не ежедневник, блокнотик маленький, такой ежедневчик, полискин, который влезает в карман, и, как только я вспоминала, что мне надо не забыть, я туда сразу записывала, и мне получался такой список дел, и там было все в перемешке, там, начинает нам отправить бизнес-план потенциальному инвестору и заканчивая нам купить колготки, неважно, все в одну кучу, а потом из этого списка я смотрела, что из этого списка я могу не делать, вот я не сделаю, и никто не умрет, ну, то есть, вот, какие-то там, или, что я могу делегировать, делегировать я могу, там, поход в детский сад, пусть бабушка сходит, колготки можно поручить, купить тоже бабушке, или, там, есть вещи, которые могу сделать только я, а есть вещи, которые я могу поручить сделать своим сотрудникам, например, там, отправить уже готовую презентацию, которую просто надо открыть и отправить, она уже есть, она сделана, надо писать, проводил ее, нажать кнопку в сент, вот это можно поручить сделать сотруднику, совершенно спокойно, поэтому, вот, самый главный, все в этот список дел, мой лайфхак, если за список дела записать чтобы не забыть после этого четко причем точно не делаем или может перевести и выбрать те дела которые может делать только ты из них я уже выбираю ту которую прямо самое важное на сегодняшний день его делаю и пока я не сделаю никаких колодок и детских садиков я должна сделать вот именно это тело если его не успела сделать такое очень часто случается что я проснулась я бы на что я уже везде опоздала все поспала это значит что просто неудачный день ну как бы ну да так бывает даже три миска делал конечно надо но к своим собственным ошибкам тоже нужно относиться благословно то что если вы себя не любите вас и кто не полюбит к себе вот с душой поэтому конечно я себе прощаю ошибки но они так что он заменим нет я ошибки себе прощаю но делаю выводы на будущее чтобы завтра я это дело сделать успел точно сто процентов 5 утра я сяду доделаю то что я не доделала отправлю напишу для того чтобы чувствовать себя хорошо потому что это все про мое состояние по мою энергию значит про тайм-менеджмент я сказала да начнут написаны миллионы книг миллионы тренингов и я помню я сама проводил тренинг по тайм-менеджменту тайм-менеджмент на самом деле что очень полезная с другой стороны она еще опасная потому что эта технология и для того чтобы наладить тайм-менеджмент нужно очень сильно задолбаться это позже требует времени вот это я применяюсь всего вот этот тайм-менеджмента два золотых права первое про список я уже сказал да и самое важное сделать список на день пишем сделать только самый важный в первую очередь все остальное во вторую и вот это вот из общего списка дел сразу рассортировать что я делаю сама что я делегирую что вообще не делаю ну или там потом сделаю какие-нибудь разослать прошлогодние отчеты кому-то можно сделать не сегодня когда я буду по свободе очень важный параметр это мотивированная команда при этом хотя бы немножко еще вернусь как про планирование он забыл рассказать чтобы вот у вас не было иллюзии что такое планирование вот у меня в жизни это когда я с утра помешивая каши для старших параллельно держа на руках хорошего младшего потому что он постоянно норовит что-то схватить куда-то уползти не надо зафиксировать чтобы он не сбежал а правильная разговариваю по телефону договариваюсь о встрече с потенциальным партнером спонсором сэлф-мамы который даст нам денег на наш проект потом я детей всех значит сажаю за стол пристегиваю младшего в кресле они тогда еще говорят с этой каши есть 10 минут за которые я могу успеть очень много писем написать я их сажусь и быстренько пишу потом выползает значит освлаждается ванна тут выползает муж я буду так ты смотри чтобы они не убились я быстренько бегу ванну 10 часов уж уходит на работу приходит няня к младшему ребенку я занимаюсь старшими детьми но ты же такого няня для ребенка это вот она будет за ним вот так вот все я больше ничего не могу она заняться только младшим ребенком иначе у нас кто не бьется у нас просто еще лестница вдоль поэтому поэтому если говорить про планирование то нет такого вот сейчас я планирую только по работе а то что происходит в моей жизни в семье включая колодки я не планирует как и собой сделается нет надо планировать еще все все сферы вашей жизни должны быть запланированы в списочек в какой-нибудь можно сделать красиво можно пройти курс тайм-менеджменты грампу планирование там так далее сделать все красиво нарядно по науке но если у вас нет на это времени лучше сделать хоть как-нибудь чего сделать вообще идем маленькими шагами сделали маленький шарок получились потом еще маленький шарок получились планирует лучше и приду придем к следующему пункту мотивированная команда я когда работала в корпорации у меня очень много ребят которые приходили ко мне на ассистентские позиции позиции стажеров сразу после университета очень многие из них выросли и сейчас они занимают должность руководителей некоторые стартинг персоналу я всегда это низко не радовалась потому что когда у тебя развивается и растет ребенок ли сотрудник ли вообще в управлении сотрудниками очень много сложности воспитания детей понимаешь что надо или поздно вырастет и тогда станет вопрос у этого сотрудника вот я дорос до своего потолка все я пошел где-то увольняюсь другую компанию станут обучать директором если я этот момент пропустил это у меня человек ушел я дашь не контролирую как бы если не вконтакте то быть друг другу считаете потеряю я потеряла свою комьюнити я потерял свою команду а я же потом с этой командой могу делать не только работу которые работают я могу с сотрудниками дальше делать любой из своих проектов собственных а поэтому я считаю что команду надо растить с голодных ногтей все люди которые относятся к вам благосклонны которые просят вас совета которые с которыми вы каждый день общаетесь если вы в них вкладываетесь так далее то нужно планировать их карьеру и судьбу и ваше сотрудничество с ними на некий более долгий период нежели берет работа в какой-то компании потому что вот мотивированная команда она навсегда и сейчас в компании софтмама где я занимаю тоже генерального директора я привлекаю тех девочек и мальчики с которыми мы работали когда я работала в сиборе когда работала в русском море мы всех выдергиваю те кто готов выдернуться и предлагаю им дальнейшие возможности для сотрудничества и они ко мне идут не потому что я предлагаю потому что я не зря она та самая который помогал тогда потому что у нас не есть определенная история отношений это вещь то что вкладываться в свою собственную команду всегда нужно это начинается как с отбора персонала то что нужно набрать таких чтоб нет не жаль было вкладываться правильных так и заканчиваем уже дальше долгосрочным планированием карьеры даже не карьера скорее долгосрочным планированием совместного сотрудничества и если говорить про мотивированную команду он опять же я бы не стала здесь разделять команду на работе и команду дома потому что дома у меня точно такая же мотивированная команда из няни плюс бабушки потому что если у меня не будет этой мотивированной команды и моя мама устанет она начнет срываться на детей я начну срываться на маму мы будем тратить огромное количество времени на разруливание конфликтов если я горе меня отследила момент когда вам устала у меня мама вот такая классическая советская мама на пусть у детей до последнего последний кусок отдаст мама ты можешь прийти все утра могу а завтра можешь могу а до 11 до утра могу все могу и она не отслеживает тот момент когда сама устала поэтому этот момент отслеживаю я и грома все спасибо завтра отдыхай и сходи в магазин там в театр там в музей чая у меня мамы почему-то ходить не знаю отдохни а я займусь детьми ну или придумаю кто займется ими другой ну и соответственно няня нянин ресурс я тоже очень чательно отслеживаю если я вижу что няне поток глаз и она не смотрит с влюбленным взглядом на моего младшего ребенка я его тоже так давай все я сейчас сама я могу там покатать в колясочке параллельно подписать вот сами там переписываться с кем-либо по работе она за это время займется чем-то другим просто переключится магазин уже проветрилась прошлась полчаса туда-обратно уже пришла новым человеком вроде как и дело сделала и отвлеклась поэтому вот это переключение и отслеживать ресурс своей команды это тоже очень тоже очень важно даже не все люди могут свой ресурс вот этот момент своей собственной усталости сами отследить и если есть кто-то кто бы еще мой ресурс вот этот усталости отслеживал я бы этого человека просто расцеловал когда мне кажется что встала иди поспи я бы этого человека расцеловала вот значит что еще я хотела сказать про мотивированную команду ну собственно для все важно я пожалуй сказала что нужно правильно эту команду подобрать вот в самом начале мы планируем жизнь с этой команды на период который более долгий нежели период работы внутри какой-то компании и когда мы говорим про команду то команда имеется в виду во всех сферах вашей во всех сферах вашей жизни вот ну и последний пункт мой любимый можно надо с людьми разговаривать когда я работала в компании у меня были с каждым сотрудником запланированы еженедельные часовые встречи прямо еженедельные а даже если нет даже если ничего не происходит у нас там все уехали в отбулок нет советов директоров ничего глобального не происходит все равно сотрудники задачи на неделю мы встречались и открывал свои ежедневничек нет ничего лучше рукописные тексты и писала встреча с начальником отдела обучения юлей и юля давай рассказывать что там у тебя происходит мы с ней начинали обтужать сначала рабочие задачи потом начинал постепенно делиться что там у меня бухгалтерия обидела они металлы без фария я хотела это сделать а не то и очень многие проблемы которые возникают у подчиненных они связаны с коммуникациями с тем что сотрудник на своем уровне не смог разрулить какой-то вопрос с более старшим сотрудником другого департамента и летом какая-нибудь дебильная задача прилетела извините меня за слэнк например внутренний это любимый отдел внутреннего контроля аудита на обстанцев какие-то таблицы которые нужно заполнять кучу времени на это тратить вот и защищать своих людей от этого бреда это тоже была моя работа но если бы я не общалась со своим сотрудникам этого не узнала что приказ всем заполнить таблицу я звонил говорю слушайте валюта вы че вообще нам работать когда вы штаблицы заполнять а не твой они слушают там на самом деле это напиши там две строчки это так я хотел на самом деле чтобы 13 департамте запомнил а вы тактику под замес просто попали ну ладно юля ждет этого не надо мы сейчас это поручим ассистенту она там напишет отписку все будет хорошо если я с человеком не общаясь об этом не узнаю а потом сидеть кормить плеваться материться потому что он делать какую-то работу которая с его точки зрения не имеет очень какого смысла вот и раз это будет каждую неделю нас происходило мы обязательно в конце встречи я фиксировал о чем мы договорились кто что должен сделать и все это тщательно прям записывал в тех формулировках в которых мы это обсудили то есть никто когда ночью ты понял понял а ну все пока очень часто бывает из человека спросить на выходе встречи что он понял это что поняли вы и что понял этот человек это будет два разных понял поэтому я прям записываю прямо при человеке зачитывала все так все так 18 число ты готовишь презентацию садик дару так так презентация будет на слайдов так так ты понял как делать то я понял структуру я тебе привезти завтра структуру презентации и потом проходил неделю я открывала что мы записали на прошлой неделе от вообще все записываете чтобы оперативно память не нагружать все записывать я записала что я ничего должен я могу это не запоминать я могу потом открыть через неделю страничку сказать так юля чего тут у нас там было и потом как-то когда мы был декрет у нас планы сестра пьянка по этому поводу мне сотрудники гормани вы так боялись твоего ежедневника мы знали что ты все помнишь благодаря ему и поэтому нас не было но никакой возможности вообще профилонить какую-то задачу и они это знали что если ты забыл не успел ты приходишь конечно же я не успел перенеси мне срок и не было у нас вот этого вот такого знаете чтобы я не сделал а вас никто не заметит это на самом деле дает определенной степени честное взаимоотношение между руководителем и подчиненным такие честные и а честность она вообще в принципе основа на мой взгляд долгосрочного сотрудничества как в браке как с детьми как на работе как внутри команды как с начальником так и с подчиненными вот и еще один момент про отслеживание ресурса раз в квартал мы встречались для обсуждения итогов где не долго в квартала это была такая встреча тот отель есть определенная тоже лайфхаки как ее сделать более такой неформальный менее формальный нужно эту встречу проводить не себя в кабинете на рабочем месте в каком-то пространстве которое больше располагает человека который вам пришел с каким-то отчетом этом с обсуждением а своих итогов чтобы больше расположить его к искренности откровения рекомендуется поинтересоваться не только рабочими достижениями но в том числе и как учили вы делаете потому знаете как у этого человека складывается личная жизнь или там у него растет и не знаю там картошка на огороде уж про картошку спросить вот неважно про что самое главное не только про работу поговорить и тогда люди очень часто раскрываются и вот мой опыт не в обиду никому мой опыт говорит о том что вот у женщин это возможность вот интуитивно уловить о чем спросить о чем не спросить почувствовать есть вот это вот усталость или нет там человек выработал свой ресурс нет выгорел он эмоционально или нет она как-то на интуитивном уровне присутствует а мужчинам сложнее им нужно учиться этому по сути это технологии которые можно научиться там делай раз делал платил и 3 если вас интересует тему более глубоко вы можете посмотреть материалы по темпу обратная связь мотивирующий развивающая обратная связь эмоциональное выгорание при эмоциональном гарантии в интернете полно качественных статей вот и скажем так самообразоваться на тему как момент выгорания отловить вот но как бы рецепт на самом деле простой нужно на эту тему просто разговаривать с людьми и для того чтобы не забыть с ним поговорить эту встречу нужно назначить назначится внести в расписание в календарь еще в календарь в нашу встречу нужен в расписании иначе мы с ним не увидимся я забуду как он выглядит а у детей не буду знать что у них как выглядит их отец поэтому у нас прям планируется там все суббота у нас семейный ужин все прям никаких там я поехал на день рождения или там к нам приедет моя мама все у нас семейный ужин я ничего не знаю это все знают что у нас семейный ужин и это время она просто не забивается точно так же и там наши совместные выходы в свет без детей когда-то просто вы сгоняли в кофейню на районе выпить кофе пол чашки это уже в принципе выход в свет считается его тоже надо запланировать иначе график мой график мужа никогда не совпадет а если мы с ним не будем друг другом общаться то мы с ним перестали быть мужем и женой поэтому все надо вносить вносить в край личную жизнь может вот и то что касается последнего пункта я хотела перейти просто для делегирования он невозможно без пункта предыдущего сначала у вас должна появиться мотивированная команда а потом вы можете уже этой команде что-то делегировать начинающие руководители очень часто делегируют по принципу в тот момент когда я начинаю все не успевать вот этот момент и начинаю делегировать на самом деле если вернуться к первому пункту предыдущему пункту про планирование то делегирование тоже можно запланировать да то есть вы еще на этапе планирования определяете задачи которые можно делегировать если говорить о про мой опыт то сейчас очень круто развиваются весь такой тренд называется уберизация вот уберизация уберизация уборки ты можешь точно также разместить заказы тебе приедут клинеры которые там уберутся в своей квартире за какую-то денежку и не надо тратить время на борту работницы и там поиск людей которые помоют окна по весне ты просто размещаешь заявку она падает на кому-то этот кто-то к тебе приезжает но ты понимаешь что этот сервис он несет ответственность за качество тех людей которые у него работают и случае если вдруг там у тебя что-то пропало из квартиры ты знаешь где кого ловить точно так же существует уберизация сейчас этот тренд поэтому уберизируется сейчас все уберизируется рекрутмент существует сервис который позволяет в том числе отдать случайному рекрутеру пока все в подбор то есть не размещать это на хэдхантере искать кадровое агентство просто разместить на неком сервисе и дальше его подхватит тот кто свободен кто вообще может этим заняться пример там на котором можно если надо прибить гвоздь а муж на работе и этот гвоздь тебя вот сильно беспокоит то можно найти дядечку который приедет за 300 рублей тебе его забьет вместо того чтобы самой бегать в садик за детскими вещами можно за те же там 100 рублей найти человека который сходит туда ногами тебе принесет а я сэкономлю целых полчаса времени и таких сервис очень много например там выгул детей это же за сколько времени живет вот это вот в москве же не отпустишь сейчас детей одних они еще маленькие что же тут за ними следить что с площадки не увели там чтобы коленки не разбили если разбить туда мы пришли там подпись по как-то твили извините пожалуйста это очень животрепещущая тема существует сервис по по часовым добисидором которые просто тоже размещают свои резюме размещаешь заявку и там ближайший студент подхватывает свободный приезжает к тебе для стиль детьми они прекрасно молодые ребята бегают а скоро катаются лучше гораздо там тетушек в возрасте с педагогическим образованием на два часа в день он и вот на этапе вот этого списка задач когда вы определить какие задачи вы делегируете сейчас я считаю что возможности для делегирования посредством так мы поедем гораздо гораздо больше можно только там надо съездить нанять курьера выгул детей делегировать вебисиду почасовому заплатить ему 300 рублей в час самой за это время заработать больше или просто отдохнуть это тоже немаловажно помним про свой ресурс и имея мотивированную команду у вас появляются постоянные люди которым вы можете делегировать вот наверное пожалуй мои такие вот основные лайфхаки как вообще все успеть даже не все успеть вообще как что-нибудь успеть и будет мой как предприниматель с корпоративной карьеры спасибо